Здравствуйте, депутат Витальевского района, по дружбе, если кто не знает, Кискорфий Александрович. Я, знаете, хотел вам просто доложить, у нас есть большая наша проблема, это пристройка к школе. И сколько мы не делись, стараемся что-то делать. В начале года Матический район заложил в бюджет всего лишь только 10 миллионов, но этого катастрофически мало. И вот на прошлом сайте депутатов было выделено, ну как бы дополнение, уточнение к бюджету, 30 миллионов увеличения в связи с уточнением суммы на строительство пристройки номер 12, микрорайон Дружба, на средства, выделенные по постановлению губернатора Московской области, ну, а премии губернатора прорыв года. Ну, просто всячески находят всевозможные деньги, лишь бы только начать. Потому что самое главное начать, а потом уже, в принципе, уже будет легче. Может помочь врачению президенту написать, на телевидение обратиться? С удовольствием, с удовольствием. Если вы напишите, как бы это самое дали. Я вам сейчас отвечу за остальные деньги. Забор уже стоит. Забор три года стоит. Там и не гулять нельзя ничего. Кто принимал школу, если, как вот только Николай наговорила, та площадка, которую можно проводить в эту культуру, сделана и грунт сам собран вообще. Кто принимал школу, эту самую, эту пришкольную территорию? Как вы говорили тогда, что там неправильно грунт был высажен, что там дети будут подскальзываться и падать? Везде школа является всегда местом проведения внешкольных времени у детей, спортивных в том числе. На многих школьных площадках дети гуляют, занимаются спортом, проводят время. Что удобно? Наша школа не предназначена для этого. Территория, знаете, как садик. Красивые клумбы и все. И за забором вот этот кусочек, на котором может подскользнуться любой ребенок. Когда принимали эту площадку, вы присутствовали при приемке? А кто присутствовал вообще, чтобы принять это все? Начнем с самого начала. Так ну вот сколько лет прошло? О приеме 4-5 лет, почему нельзя сделать хотя бы эту площадку и начать с малого? Это что, 10 миллионов? Там, дай бог, 200 тысяч для того, чтобы сделать. Это при всех возможных, извиняюсь, там мокровках. Для того, чтобы 200 тысяч, это просто поставить нормальную площадку детям в хорошую погоду, для хороших занятий физкультуры. Ну, вы знаете, я ставил вопрос, чтобы, если вот забор, чтобы убрать его вообще, потому что он загораживает спортивную площадку, детям просто даже летом невозможно поиграть в футбол. Это очень больно, это очень больно. Мне всегда говорили, что, знаете, сейчас подождите, мы вот сейчас деньги выделим, и сейчас это уже вот я год уже как депутат, и в принципе уже мне это говорят целый год. Ну, вот в этом году, я еще раз говорю, выделили 40 миллионов, 40 миллионов, да. То есть устроеку здесь развернут, и потом будем ждать, пока нам закапывают бюджеты для того, чтобы дать ровно. Ну, знаете, если ждать, я вам скажу, я думаю, что лучше начать с чего-то, потому что если ждать, пока 300 миллионов где-то что-то найдут, вот этот бюджет сметы, то мы не дождемся никогда. То есть оставшиеся, так скажем, 7 лет образования в данном учебном, ну или 7, там уже 6 лет образования в этом учебном среде моей дочери, ей, в общем-то, не грозит. Я скажу так, чем раньше мы начнем, чем раньше мы начнем, тем это будет... 300 миллионов, да, не может сделать. 300 миллионов, так много. Ну, я так думаю, что я тоже удивился этим проектом, но ситуация такая, что это, наверное, и спортзал, и учебные классы. То есть вначале будут начинать, конечно, со спортзалов, потому что это важнее всего, самое, что не хватает в школе, это спортзал. Я думаю, что его зато... Можно я, можно я дополню, ждать, пока Леонид Садович не знает, хотя бы там экскаватор привезут, да? В управлении образования на прошлой неделе я опять интересовалась этим вопросом, как же это срок, а где остальные взять, на что мне было сказано, что сделан запрос администрации о привлечении, значит, средств из области, и что они будут, в общем-то, востребованы. Востребованы в сроке. В сроке, сказали, в сентябре 2017 года будет школа построена. В сентябре 2017 года? Да, в сентябре 2017 года здание должно быть в эксплуатацию принято, да. Вот то, что мне сказали, уважаемые родители, мне это еще больнее, чем вам, поверьте мне. Вот, то, что сказали, мы будем верить, надеяться, да, что все слова будут висеть. Может, хотя бы до этого времени нашлись бы деньги для хотя бы приведения в порядок вот этой площадки, которая за сентябре, за сентябре? Ну, если вы строительство, то смысла нет тратить деньги на ее приведение, потому что там будет здание. Нет, там будет здание. Если согласно тому проекту, да, это здание будет проходить, вот у нас здание Бубайпэ, это будет здание проходить, пристройка параллельно улице Октябрьской, сквозной проход через первый этаж, то есть вход у нас останется, тот же, который у нас и есть в данный момент. То есть было место вот этой огороженной, вот этой якобы баскетбурной площади? Там должна быть столовая, а над столовой должен быть актовый зал, в котором мы попытаемся все присутствовать. На сегодня такая информация тоже будет в курсе. Уважаемые родители, если есть вопросы к депутату, пожалуйста, Юрию Александровичу, если есть вопросы личного характера, нет. Спасибо, Юрия Александровича. Ну, то есть, мы поддерживаем, ребята, выходите. Родители будут обращаться, например, в администрацию президента, на телеканал, чтобы какие-то вопросы... Ну, конечно, это ваше право, и вы должны быть своим правом пользой. Это обязательно, потому что, ну, если мы... Хотя, почему-то, письма такие писали, они все приходят обратно, вот так вот по кругу приходят в администрацию. Ну, я думаю, что сейчас много всяких возможностей, и можно узнать, что... Как у нас считается... У нас ведь родители писали, Иван Данилович написал огромное количество писем, огромное количество. Ну, значит, надо еще раз попытаться. Я думаю... И писать уже таким образом, что, извините, это государственная программа физического развития подрастающего поколения, и в данной школе она не выполняется. У меня вот такая вот папка, вот такая папка, письма, которую Иван Данилович передал. Нет, все правильно. Нет, не надо руки опускать, мы сами... Вот сейчас, Иван Данилович, и вот мне пишет... Ну, при поддержке телевидения тогда... Единственный вариант. Какие-то... Это единственное, по крайней мере, такие моменты каким-то образом сдвигали, решали проблемы. Потому что мы все живем, мы все-таки думаем, что изменить. Понимаем, что скульптура не полна, и у медитей плохо, и у учащихся в классах, когда это все проходит, извиняюсь. Да, я понял, что там... Он быстро там... Ну, мы с вами на этот вопрос считаем. Обязательно. Спасибо. 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 Спасибо.